Всем большой привет! Сегодня мы с вами поговорим о том... Хочу поднять все-таки вопрос, с вами побеседовать на эту тему. Хочу, чтобы вы поделились своим взглядом. Кстати, все, кто, я думаю, все практически через это уже прошли, написали в комментариях, как у вас это происходило, и ваше мнение по этому поводу очень интересно. Разговор будет о том, кто первым должен ехать в гости на первое свидание с парнем, с мужем, будущим иностранцем. Он или она. Я расскажу, как это было у меня на нашей первой встрече с мужем, почему так произошло. На мой взгляд, всего лишь варианта три. Первое, если вы к нему уедете. Второе, если он к вам. И третье, это нейтральная территория. Вот встреча на нейтральной территории, в какой-то другой, например, стране, в основном это тогда делают кто из очень велика, да, то есть лететь в одну сторону очень долго получается. У кого, например, муж или жених, иностранец, американец, канадец и все прочее. То есть, когда это Европа, та же Турция, это гораздо проще сделать, лететь не так далеко, более удобно это все происходит. Но вот эта встреча на нейтральной территории, она очень оптимальна. Это очень хороший вариант. Я сейчас буду рассказывать с точки зрения женской безопасности, потому что давайте сразу... Я, конечно, понимаю, влюбленность, розовые очки, вы многое не видите, естественно. Люди бывают разные. Историй очень много негативных. Кто знает, с кем вы там в интернете общались, хоть вам и кажется, что вы уже тысячу лет с ним знакомы, но кто знает, какие у него там скрытые скелеты в шкафу, какой это человек, какое у него там поведение, все-все такое прочее. Вот чисто исходя из вопросов безопасности, безопасности вас в первую очередь, потому что вы должны думать о себе, не о нем, ни в коем случае, не о его удобстве, не о комфорте или еще о чем-то. Чтобы было вам безопасно. Встреча на нейтральной территории очень удобна. Вы можете в любой момент соскочить, уехать, оставить ваши отношения, общение, если он вам не понравился в уровне такого дружеского, да. Вы не обязаны ему, ничем не должны. Если он хочет, он может оплатить ваши билеты, в том числе, если что, вы можете оплатить самостоятельно. То есть это вы же между собой там решаете. С точки зрения безопасности, нейтральная территория очень оптимальный вариант. Вы всегда можете прервать, остаться. В случае, вы, короче говоря, с ним абсолютно равные позиции, и вы можете управлять ситуацией так же, как и он. Следующий вариант для меня, я считаю, что самый удобный, самый правильный, это мой взгляд. Кто у кого так не было, я не говорю о том, что вы неправильно поступили, или у вас нечастливый брак, или там не надо мне сказать, у меня трое детей, все было нормально, и там тряляля, поступили по-другому. Я просто рассуждаю. Когда мужчина прилетает к вам на вашу территорию, чтобы с вами познакомиться, чем этот вариант удобен для вас? Вы королева в этой ситуации, если так можно выразиться, вы здесь рулите, от вас уже зависит он в позиции незащищенной, от вас зависит прервать общение, если он вам не понравится. Вообще, вот эта первая встреча, это хотя бы, я понимаю, что у вас симпатия, все прочее, но когда люди встречаются в реальной жизни, очень 50 на 50 понравится вам человек в реальной жизни, самое главное, вот на мой взгляд, это искра, которая должна между вами промелькнуть, страсть, притяжение, влюбленность, чтобы она из интернета онлайн перешла в реальную жизнь, в оффлайн, и вы поняли, ваш человек это или нет, нравится вот эта искра, есть оно или нет. Это вы представляете, вы с ним встречаете, а этого нет. Что вы делать будете? Вот в такой ситуации, когда он приезжает к вам, вам также легко очень оставить отношения на уровне дружеских, расстаться как, ну просто из романтичной встречи перейти в дружескую, там, не знаю, сколько-то на неделю он к вам прилетел, там, на несколько дней, как-то дообщаться, куда-то там, наверное, в кино уходить, в какие-то выставки, театр, что-то ему показать, в общем, общаться дружески. Вы королева в этой ситуации, в том плане, что вы решаете, что происходит, как, если вам что-то не понравилось, это безопасно, это ваша территория, тут вообще, наверное, не нужно ничего объяснять, для вас лично это самый удобный, интересный вариант. Минус, конечно, когда хотят первую встречу, девочки, очень многие на это ведутся, совместить путешествия в другую страну, например, к нему съездить, и туризм. Так я вот скажу, девочки, разделяйте вот эту первую встречу вашу с вашим, как это назвать-то его, обожателем, ну, с парнем, да, с которым вы в интернете общались, разделяйте туризм и отношения, либо вы едете, либо вы встречаетесь, либо он к вам едет, для отношений, для проверки, да, вот этих ваших чувств. Романтический мотив и туристический в этом ситуации нельзя совмещать. Едете в другой раз, смотрите его страну, его дом или еще что-то, туристом будете в другой раз, не в этот, это небезопасно. Так что совмещать приятное с полезным, посмотреть страну, и на первый раз, просто я имею в виду, на первую встречу я вам советовала. Я очень рада, если у всех все хорошо получилось, но очень много ситуаций, негативных, нехороших, когда люди нехорошо расстаются, или у них там конфликт какой-то, первая встреча происходит, ну не понравились в реальной жизни, что вы делать будете? И вот он постепенно к этому варианту переходим, когда девушка летит к парню на первую встречу в его дом, в его страну, в его город, то есть к нему. У многих так делали, джинги первыми сами приезжали к мужу своему будущему, но это более опасно просто. Если им повезло, и они понравились, они оказались такими же в реальности, как и в интернете, блин, да я только рада, девчонки молодцы, я за вас действительно рада. Но я хочу предупредить, кто к этому только готовится, что бывают и не такие хорошие ситуации, решения этих ситуаций. Бывают ситуации, когда люди не понравились, не было этой искры, человек просто психом оказался, или он какой-то зависимый, алкоголик, наркоман или еще кто-то, такой тоже есть. У меня история есть знакомая, которая встречалась даже на нейтральной территории с молодым человеком, иностранцем, моя подписчица, а он оказался практически, не то, что алкоголик, когда он выпьет, они вместе полетели в отпуск, когда он выпьет, он просто сходил с ума, у него агрессия, ну, короче говоря, потаенные все вот эти дела вылезают, и она там не знала, как, блин, дожить, дотянуть, чтобы от него туда свалить, скажите, так убежать, ну, это был тур там, все куплено, оплачено, как бы можно было, да, встать и уйти, но у него там денег не было на тот момент, чтобы купить себе билет домой и отпуск, как-то все-таки думала она, короче, это отдельная история, но по факту девушка приехала даже на нейтральной территории, она чувствовала себя некомфортно, неприятно, напряжно, и она старалась, короче говоря, как бы думала, скорее всего, это закончилось и вернуться домой, чтобы вообще это больше никогда не вспоминать, поэтому, если бы она приехала в эту ситуацию на его территорию, к нему домой вообще, это что? Это было бы вообще неизвестно, как закончилась вообще эта ситуация, у меня есть видео, отдельно его можете посмотреть, о первом свидании с иностранцем, техника безопасности, про паспорта, явки, пароли, что куда как ехать, все про это там подробно рассказано, посмотрите, если вас это интересует, или вы это еще, видео у меня на канале не смотрели, так что вот, из трех вариантов, нейтральная территория, он к вам или вы к нему, самое небезопасное, если вы к нему едете, самое безопасное, если он к вам едет, плюс еще здесь, я хочу дополнить, что вы можете познакомить все нормально, со своими родственниками, знакомыми, чтобы они, скажем так, оценили, посмотрели, подруга, папа, мама, в конце концов, не знаю, познакомить можно, да, чтобы уже, это уже ближе вас делает, ваше общение, более семейным, ну, короче говоря, это уже такая заделана семью, на будущее, на серьезные отношения, короче говоря, и плюс они посмотрят, тоже могут что-то сказать, со стороны виднее, а вы под влюбленностью, розовыми очками, может быть, не все в человеке, увидите его какие-то повадки, поведение, все-все-все такое прочее, короче, вы тут только в шоколаде, вы только выигрываете в такой ситуации, ну, нейтральная территория, даже очень оптимальный вариант, вы тоже можете, как бы, вот и туризм совместить, приятная поездка, узнать человека, но там, знаете, так, ухо надо востро держать, перестраховаться лишний раз, в плане денег, там, билетов, отелей, и всего такого прочего, вот в том видео, ссылочку стараюсь не забыть оставить, там об этом подробно рассказано, сейчас закончился туристический сезон в Турции, и много девчонок писем пишут, что-то какие-то вопросы задают, но очень у многих, у каждой второй фактически, есть такая фраза в письме, они об этом не спрашивают, но я для себя отмечаю, например, я познакомилась в июле или в июле месяце, вот сейчас, я выгодила там себе еще кусочек отпуска, хотя бы недельку, либо две, и я вот в конце сентября, в начале октября, на закрытии сезона, лечу в тот отель, где он работает, и в конце письма вопрос, а как понять, серьезно ли у меня ко мне намерение, чтобы он меня не поматросил, бросил, как это понять, и все в таком роде, но никто не спрашивает, а правильно ли я поступаю, если я к нему еду, конечно нет, в этой ситуации вы поступаете неправильно, почему? Прекрасно знаете, что мужчины чем больше потратят, эмоционально вложатся, финансово преодолеют больше, тем больше он это будет ценить, это тупо просто мужская психология, это не касаемо только женщины, отношений, это машина, квартира, карьера, все что угодно, все что в жизни мужчины ему нужно добывать, нелегко достается, он это больше ценит, и ладно, не больше ценит, он за ним труднее, просто расстается ему, тупо жалко потраченных своих сил, затрат своих, финансовых, моральных, неважно каких, когда вы ему легко в руки идете, на блюдечке с голубой каемочкой, конечно у него не будет такой заинтересованности, она будет гораздо меньше, конечно можно говорить, мне неудобно, у меня нет денег, я работаю, куча-куча всяких причин, но почему вы должны делать так, как удобно было бы в итоге ему, а не вам, почему вы на первое место ставите его интересы, а не свои, в конце концов, просто ментально мужчина должен завоевывать, добиваться, он просто будет вас больше ценить, вы это поймите, пока вы сами в руки идете легко и гладко, он ценить будет меньше, второе, по поводу серьезности, да, отношений, вы думаете, вы одна единственная, ну собрали чемодан, уже едете, и вы одна это делаете, девочки, если мне в письмах, я говорю, это разные мужчины, разные ситуации, разные девчонки, но это все на курорте, да, происходит, там, на Анталийском побережье, и каждая вторая едет к своему возлюбленному, а если бы у вас есть сомнения, что он по матросе-то бросит, что он такой, ну короче говоря, несерьезный, что может у него там еще какие-то романы есть, или даже знать, что они есть, вы что думаете, та другая девушка или их несколько, они не приедут что ли? Приедут, мы просто вас так по графику своему поставили, так, чтобы вы не встретились, ну вот она серьезность отношений, так что мое личное мнение, лучше не ехать во второй раз в этот же сезон, встречайтесь на нейтральной территории, либо он к вам, когда у него отпуск, зима, и еще что-то, короче говоря, потом встречайтесь, работу закончишь, дружок, все, давай мы с тобой встретимся, как-то продолжим наше общение, отношения, не надо самой бежать и стремиться к этому. Что касаемо меня, моей истории с мужем, получилось так, что муж ко мне ехал после интернет нашего знакомства, кто меня миллион раз спрашивали, я уже говорила, повторяю еще раз, потому что я думаю, этот вопрос сейчас возникнет у некоторых, как мы с мужем познакомились, мы познакомились с ним абсолютно случайно, замуж за турка в Турцию я не собиралась, Турцию особо-то и не любила, однажды была туристка, мне не понравилось, муж мой был в России, в Украине по работе своей, но как бы ни с кем-то не общался с женщинами, скажем так, по работе, по бизнесу своему, на выставке, короче говоря, он ездил, вот, мы познакомились в интернете, на сайте по изучению английского языка, там создаются, короче, группы для носителей языка, с кем можно поболтать, короче, вот так мы нечаянно познакомились, потом перешли в социальное другое общение, с сайта этого, общались мы в интернете, как друзья первое время, ничего больше, и когда он ко мне собрался ехать в гости, я не рассматривала его как мужчину, как парня, как друга, и он подстрахался, он это знал, но у него уже были интересы, скажем так, ко мне, он летел ко мне с другом в гости, по сути, так сложилась ситуация, я сейчас прекрасно понимаю, что не просто так сложилась ситуация, он ее так сделал, он был в командировке в Азии, по работе, то есть своей командировкой, он могло ко мне заехать в гости, и лично там, типа, увидеться, посмотреть, типа, ваш город, с целью, типа, туристической, пока уж мне, там, я вот буду не один, а с другом, тря-ля-ля, вот мы типа проездом в твоем городе, туристы, кто не знает, я из Новосибирска, из Сибири, поэтому я бы поняла Москва-Питер, но Новосибирск, ну, тоже есть туристы, но не так, наверное, туристически, это интересное место, привлекательное, и все такое прочее, короче говоря, вот так он и приехал, разговоров, приглашений к нему, никаких никогда у нас не было, он прекрасно, как бы, понимал, что по-джентльменски он должен ехать, он должен знакомиться, он хотел посмотреть мою семью, как я где живу, короче говоря, логично, нормально, но я думаю, что если бы этой ситуации не было, которую он там, в принципе, и создал специально для нашей первой встречи, такой ненарок, потому что он опасался, кстати, что мы можем не понравиться в реальной жизни, плюс у меня планов там на отношения не было, он просто говорит, я понял, когда мы общались, видел там, там, с друзьей в интернете, в социальных там сетях, типа, фейсбука, я понял, говорит, надо ехать, брать, потому что, я тогда без отношений, естественно, было, я понял, что скоро это счастье будет недолгим, вот история моя встреча с моим мужем, благодаря ему это произошло, вот, буду ждать ваших историй по этому поводу, вообще, что вы думаете по этому видео, ваше, то, что вы посмотрели, как у вас это было, ваше ощущение, и может быть, кстати, кто-то жалеет, потому что вы вот так встретились, и как-то отношения не залазились, и если у вас история, очень важно, кстати, когда вы встречались, а человек реальности не понравился, как вы в этой ситуации исходили, и разруливали, короче, как вы убегали, может быть, как получалось в итоге разойтись с этим человеком на первом седании с иностранцем, где-то на нейтральном территории, или к нему поехали, очень бы хотелось такие истории почитать, это очень интересно, и для многих, кто собирает это полезно, в конце концов, чтобы люди не свои шишки набивали, а посмотрели хотя бы для начала на чужие ошибки, буду ждать ваших комментариев, скоро увидимся всем.